Ээээ, гулять-то гулять! А ну, кому-то ячар джоуски! Сладкий как мед, сладкий как девушка! Налетай, расхватывай! Подходи, народ, свой город, половина сахара, половина мёд, порук пятьдесят на килограмм! Что происходит? Торгуют все. Ну, серьёзно. Раньше торговали так, в магазинах, ну, в крайнем случае, в киоске. Сейчас с лотков, с рук, с ног, с колена, с ближним зарубежием, с дальним зарубежием. Ну, все торгуют. На толкурчике не протолкнёшься. Все всё продают. Один колбасу продают, другой унитаз. Съел колбасу, тут же можем попробовать. Вот. Ну, все. Ну, толкурчиком. Понимаешь, вот одна бабка прямо вот держит вот так коробку. Я пригляделся, там чё? Четыре клопа. Три маленьких, а один здоровый такой, угрюмый, с подловья смотрит, матерится. Ну, дрессированный клоп. Нормально. А мужик один стоит такой скромный. Ничего не продаёт, не покупает. Смотрит на всех. Тётка к нему подходит, говорит, из одежды что-нибудь продаёте? Он говорит, нет, ничего не продаёт. Тётка постояла, подумала, посмотрела на него. А чё продаёте? Мужик говорит, скелет продаю. Тётка говорит, да на кой у меня скелет? Ну, как на кой удивился мужик? В комнате можно постоять, и дети будут анатомию изучать. Или так будет стоять, как и киба, она тоже красива. Или ежели с соседей есть, ну, там, в маналках, на кухню можно поставить. Ночью сосед по малой нужде вышел, со скелетом солкнулся, всё, больше в жизни ни в чём нуждаться не будет. Слышь, тётка говорит, ну, чё, покажи. Мужик резко стал раздеваться. Когда стал штаны снимать, тётка спросила, так ты чё, бесстыжие делаешь? Он говорит, ты же просила скелет показать. Ты свой чё хочешь продать? Так ты же живой. Мужик говорит, ты только деньги дай, я кочурец тоже. Тётка говорит, нет, скелет мне без надности. Постояла, подумала, на мужика посмотрела. И взглядом, так, в районе пояса остановилась. А так как глаз один у неё косил жутко, мужик увидал, куда этот глаз смотрит? И говорит, ты чё, с ума сошла, что ли? Это не продаётся. Тётка говорит, ты чё, сам сказал. Чё хочешь, бери. А сколько дашь, спросил мужик? Ну, сколько, сколько. Он наш или импортный? Какой же импортный, сказал мужик. Наш, отечественный. Небось, синтетика, сказала тётка. Это чё ж. Натуральный. Кожный. Небось, поношенный, сказала тётка. Он говорит, да ты чего? Ты чего? Не тронутый? Мы ж пьём всё время. До него руки не доходят. Тётка говорит, сколько хочешь за него? Мужик говорит, ну, тысяча-то он стоит. Ты чё, с ума сошёл за тысячу? Мужик обиделся, говорит. Ты бы сначала поглядела бы, а потом уже говорила. А там сразу нет. Тётка говорит, а как же я погляжу, оно у тебя вон где? А ты на ощупь. И стесняешься его в темноте. Руку мне дай. Тётка говорит, какая же темнота, день-деньской. А ты глаза закрой, и темно будет. Тётка говорит, зачем же мне темнота? Если я его сама глянуть хочу, подойдёт ли примерить? Мужик говорит, а ты кому берёшь? Тётка говорит, кому-кому? Мужу. Мужик ошалел. Говорит, а у него чё, нету? Да вот. С ребятами Ваня пошёл. В раздевалке всё снял. Вернулся из парилки, а его украли. Чё украли, спросил мужик. Ремень. Так ты чё, ремень у меня хотела купить? Тётка говорит, а ты что подумал? Ах ты, гад, бесстыд. Ах ты, бесстыжая скотина. Это ты, это ты мне свой обмылок за тысячу хотел продать? Нет, только за пятьсот. Согласен.